Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня я прочитаю вам очень интересную сказку. Она называется «Дорога, которая никуда не ведет» и написал ее Джанни Радари. На окраине села улица разветвлялась на три дороги. Одна вела к морю, другая в город, а третья никуда не вела. Мартина знал это, потому что у всех спрашивал про третью дорогу, и все отвечали ему одно и то же, будто сговорились. Та дорога. Она никуда не ведет, не стоит ходить по ней. Но все-таки куда-то она ведет. Нет, совсем никуда не ведет. Так зачем же ее построили? Никто и не строил ее. Она всегда там была. И никто никогда не ходил по ней. Ох и упрямая ты голова! Раз тебе говорят, что там ничего нет, а откуда вы знаете? Вы разве ходили по ней? Мартина был такой настойчивый, что его так и прозвали. Мартина – упрямая голова. Но он не обижался и продолжал думать о дороге, которая никуда не ведет. Когда он подрос настолько, что смог переходить улицу, не держась за дедушку, он встал однажды рано утром, вышел из села и решительно зашагал по таинственной дороге, которая никуда не вела. Дорога была вся в выбоинах, местами заросла травой, но, к счастью, дождя давно не было. Не было и луж на дороге. Поначалу по обе стороны шла изгородь, но скоро она закончилась, и тогда дорога потянулась через лес. Ветви деревьев переплетались над ней, и получалась темная прохладная галерея, в которую лишь изредка, словно луч карманного фонарика, пробивался солнечный свет. Шел Мартина, шел, а галерея все не кончалась, и дорога не кончалась тоже. У Мартина уже ноги заныли от усталости, и он стал подумывать, не вернуться ли назад. Вдруг откуда ни возьмись собака? Где собака, там и жилье, решил Мартина, или во всяком случае человек. Собака бросилась навстречу Мартина, радостно виляя хвостом, и лизнула ему руку, а потом побежала вперед по дороге, все время оглядываясь, идет ли за ней Мартина. Иду, иду, говорил Мартина, которого все это очень заинтересовало. Постепенно лес стал редеть, проглянуло небо, и дорога привела к большим железным воротам. За оградой Мартина увидел дворец. Все окна его были гостеприимно распахнуты, из трубы шел дым, а на балконе стояла прекрасная сеньора. Приветливо махала Мартина рукой и звала. Сюда, сюда, Мартина, упрямая голова. Э, обрадовался Мартина, я и не представлял, куда приду, а вы, оказывается, хорошо знали, кто к вам придет. Мартина открыл ворота, пересек парк и вошел во дворец как раз в тот момент, когда прекрасная сеньора вышла ему навстречу. Сеньора была очень красива и одета куда лучше всяких фей и принцесс. И к тому же веселая-привеселая. Так ты не поверил, засмеялась она? Чему удивился Мартина? Не поверил, что эта дорога никуда не ведет? Еще бы! Слишком глупая история. По-моему, на свете гораздо больше просто еще неизведанных путей, чем нехоженных дорог. Разумеется, нужно только не бояться неизвестных дорог. А теперь идем, я покажу тебе дворец. Больше ста залов было во дворце, и все они были забиты сокровищами. Совсем как в сказках про спящих красавиц и про чудовищ, оберегающих свои богатства. Тут были алмазы, драгоценные камни, золото, серебро. А прекрасная сеньора все говорила Мартина. Бери, бери все, что захочешь. Я одолжу тебе тележку, чтобы ты мог забрать все, что хочешь. Сами понимаете, Мартина не заставил себя уговаривать. Он доверху нагрузил тележку и отправился в обратный путь. Вместо кучера у него сидела собака. Это была ученая собака. Она умела править вожжами и лаяла на лошадей, когда те начинали дремать или сбивались с дороги. В селе Мартина уже и думать забыли. Решили, что он погиб. И когда он вдруг вернулся, все очень удивились. Ученая собака выгрузила на площади все сокровища, вильнула хвостом в знак прощания, снова забралась на тележку и скрылась в облаке пыли. Мартина сделал богатые подарки всем и друзьям, и недругам. И раз сто вынужден был повторить свой рассказ про все, что с ним приключилось. И всякий раз, как он молкал, кто-нибудь из его односельчан бежал домой, запрягал лошадь и пускался вскачь по дороге, которая никуда не ведет. К вечеру все они возвращались. У всех были вытянуты от огорчения лица. Дорогу, уверяли они, вела прямо в болото, в чащу леса, в заросли колючего кустарника. Не было там ни железной ограды, ни дворца, ни прекрасной сеньоры, раздающей богатство. А все потому, что некоторые сокровища открываются только тем людям, которые первыми проходят по нехоженным путям, как мартина, упрямая голова. Ну что, теперь нужно почистить зубки, забраться в кроватку, закрыть глазки и увидеть прекрасный добрый сон.